Новая комната готова. Оказывается, ремонт это так весело. Так держать, сестрёнка. Но впереди самое интересное. Установим здесь двухэтажную кровать. И каркас уже на месте. Непростая была задачка. Но с сестрёнком всё по плечу. А Джулии пора застрой материалами. Бетти, вот ты где. Начинаем? Кровать должна быть супер прочной. Приступаем к сборке мебели. Без зрели тут не обойтись. Бетти тоже не теряет времени зря. Её сторона кровати почти готова. Не хватает только парочки саморезов. Поднажми, Джулия. Готова, сестрёнка. Что дальше по плану? Конечно, матрасы. Первый пошёл. На первом этаже теперь так мягко. Осталось оборудовать второй этаж. Я держу, держу. И матрас уже на месте. Проще простого. Мы это сделали, Джулия. И строители заслужили вкусный обед. Что же выбрать? Сладкое или солёное? Пусть это решит случай. Сочный бургер или фруктовое пирожное? Выбирай, сестрёнка. Ой, сладкий сэндвич. Я так и хотела. А Джулия просто обожает бургеры. Стоп. А ведь это идея. Фастфуд-дизайн будет смотреться очень мило. А как насчёт сладкого интерьера? Решено. Делаем сладкий и солёный ремонт. Получится вкусно. У сестрёнок столько креативных идей. И начнём с этих пушистых пледов. Бетти, это тебе. Спасибо, Джулия. Лавандовый цвет просто прелесть. Это кровать в сладком стиле. А у Джулии интерьер с перчинкой. Красный идеальный цвет для фастфуда. А как быть со стенами? Пригодится обёрточная бумага. Бетти экспериментирует с оттенками сирени. Как сладко. А Джулия добавит в интерьер тёплый оттенок. В стиле булочки для бургера. Крепим бумагу на двусторонний скотч. У Бетти вторая стадия настенного декора. Стильный рожковый дизайн с использованием лент. Почему бы и нет? Потолок тоже обтянем бумагой. Это так просто. Кровать выглядит так сладко и солёно. Самое время для весёлого пранка. Джулия, знаешь, твоему бургер-хаусу кое-чего не хватает. А может не надо? Но сестра настроена решительно. О нет, только не яйца. Лови. Упс. Наверное, осталась одна скорлупа. Но Бетти знает, как порадовать сестру. Фух. Это просто яичный муляж. Спасибо, сестрёнка. Очень милый сквиш. Обращайся, Джулия. Не будем терять время. Нужно больше декоративной яичницы. Из бежевого фоамирана вырезаем заготовки с неровным краем. А желтки сделаем из резиновых мячиков. Разрезаем вдоль. Вуаля. А теперь закрасим половинки в оранжевый. Готово. Крепим кусочек двустороннего скотча. И соединяем желток с белком. Ммм, какой аппетитный пазл. И это полное сходство с оригиналом. Последний штрих. Рисуем слегка подгоревшие краешки. Ух ты. Осталось закрепить яичницу на стене. Украшаем яичными сквишами всё настенное пространство. Не декор, а просто ням-ням. Но дизайн иногда так утомляет. Пора немного отдохнуть. А Бетти сейчас не до сна. Она вырезает воздушные потёки глазури. Поролон никогда не подводит. А теперь принимаемся за сладкий декор. Глазурь будет цветной и очень яркой. Розовый и жёлтый – идеальное сочетание. Вот так. У нас же сладкое королевство. Ещё пригодится гирлянда. Как бы её закрепить? Есть идея. За работу. Сделаем квадратную арку. Углом кровати фиксируем деревянные рейки. Бетти знает, что делать. А Джулия видит самые солёные сны. Картошечка фри. Как же это вкусно. Оп. Ошибочка вышла. Это что, был сон? Хм. Пора воплотить его в реальность. Закрепляем перекладину. Бетти уже на финишной прямой. Осталось только украсить арку. В леденцовом стиле, конечно. Цветные ленты будут очень кстати. Гирлянда. Теперь твой выход. Развешиваем лампочки на арке. У Джулии тоже кипит работа. К бортикам кровати клеим красный картон. Это будет ведёрко для картошки фри. Как оригинально. А теперь самое главное. Вкусная картошечка. Ну что, что из поролона. Нарезаем брусочками. И раскрашиваем маркерами. Красим поролон в жёлтый. А на уголки добавим поджаристую коричневую корочку. Кто хочет вкусняшку? Но обидать будем потом. Задача номер один. Приклеить картошку фри к упаковке. Используем горящий пистолет. Пф, одну за одной, чтобы получился такой мягкий заборчик. Ммм, какая аппетитная кровать. Так и хочется съесть кусочек. Так, гирлянда уже на месте. Но она выглядит совсем не сладко. Сейчас исправим. Из фоамирана вырезаем квадраты с одним закруглённым углом. И раскрашиваем их в вафельном стиле. Фантазии нет предела. А теперь складываем наши вафельные рожки. И приклеиваем их к гирлянде. Вау, получился яркий разноцветный пломбир. Ммм, как же захотелось мороженого. А на первом этаже солёный перекус. Но с попкорном что-то не так. Всё ясно, он испортился. Ух ты, сладкая кровать Бетти сверкает всеми оттенками пломбира. Это не честно, но любую идею можно скопировать. Сделаем гирлянду попкорн. В пустой стаканчик помещаем лампочки. А потом декорируем вкусное изобретение. Настоящим попкорном, конечно. Получилось, что надо. Осталось только закрепить гирлянду на кровати. А теперь запускаем световое шоу. Ура, работает! Светящийся попкорн. Такая гирлянда будет только у Джулии. Сестрёнка, как же красиво. Здорово придумала. Но Бетти не отстаёт. У неё очередная идея. Розовый дождик оставляем себе, а золотым можно поделиться с сестрой. О, шторка из дождика. Очень вовремя. Спасибо, Бетти. Пора украсить боковые стенки кровати. Растягиваем шторку между реек. Класс! Она так красиво блестит! Кровать теперь такая нарядная. Бетти тоже не помешает принарядиться. Как же я люблю золотые оттенки. Ой, всё вокруг такое красивое. А как же я? Только не подглядывать. Готово. Как тебе образ? Правда круто? Джулия, смотри, что у меня есть. Это же блёстки. Они никогда не помешают. Заходи в гости, сестрёнка. Вместе веселее. И кровать превращается в салон красоты. Джулия, только сиди ровно. Эти косички, как твой любимый фастфуд. Будут готовы через минуту. Бетти мастер причесок. Но и Джулия кое-что умеет. Она сделает Бетти самую сладкую укладку. Пончики на волосах – хорошая идея. Украсим их блестящими бантиками. А сейчас приступаем к макияжу. Отлично вышло. Мы это сделали, Джулия. Но пора расходиться по домам. Ещё увидимся, Бетти. И работа продолжается. Нам опять нужен поролон. Вырезаем из него круги одного размера. Джулия, это тебе. Пригодится. Поролоновые кружочки? Ну а зачем? А, отлично придумана, сестрёнка. Из этого получится вкусная подушка. И для начала обтянем две подушки золотой тканью. А у Бетти другие планы. И здесь нужна яркая тканевая обивка. Булочки для бургера уже готовы. Теперь сделаем поролоновый листик салата. Используем разные оттенки зелёного. А у Бетти будет подушка макарон. Заполняем его воздушной фатиновой начинкой. Салат готов. Приступаем к кружочку томата. Используем красную ткань. А теперь можно собирать бургер-подушку. Булочка, салат, ломтик сыра, спелый помидор и ещё одна булочка. Кто хочет мягкий чизбургер, сны на этой подушке будут супер вкусными. Пирожное Бетти уже готово. Нежное, как облачко. Джулия, посмотри, как тебе мой макарон? Бетти класс. А это мой бургер. Нравится? Почти съедобные подушки, высший пилотаж. А здесь что такое? Осталось после ремонта. Малярный валик пригодится для вкусного лифта. Джулия, поможешь? Конечно, Бетти. Держи. Крепко перевязываем валик. И наматываем на него верёвку. Вкусный лифт установим прямо здесь. Джулия, лови. Принято, Бетти. На конце верёвки будет корзинка для вкусняшек. Привязываем её крепко-крепко. Бетти так любит сладкое. Надо её порадовать. Посылка готова к отправке. Тянем. Лифт работает отлично. Проверено. А тут ещё и сладкий сюрприз от Джулии. О, конфетки. Спасибо, сестрёнка. Кажется, пора закатить тематическую вечеринку. Как насчёт маленькой тусы? Вечеринка? Бетти – это отличная идея. Пора приглашать гостей. Друзья скоро будут на месте. Надо украсить комнату. Больше, ещё больше шариков. Леденцы и бургеры. Сегодня они будут повсюду. И, конечно, угощения. Без них никуда. Добро пожаловать в царство быстрых углеводов. Чувствуйте себя как дома. Кто хочет на сладкую сторону – только вперёд. Но кое-кто из гостей просто обожает фастфуд. Приятного аппетита, Эвальд. У Джулии здесь так интересно. Особенно это сквиш и яичница. Можно весь день играть. А сладкоежек на втором этаже ждёт что-то особенное. Ух ты, сколько сладостей. Ни в чём себе не отказывай, Синди. Вау, тут даже мини-лифт есть. Ребята, хотите вкусненького? Ещё бы. Джулия, это тебе. И почему бы не устроить обмен вкусняшками? Поднимайте. Бетти у нас посылка. Посмотрим, что здесь. Газировка? Отлично. Её так не хватало на сладком этаже. Когда за дело берутся Бетти и Джулия, это всегда успех. Сладко-солёная вечеринка удалась. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова